Всем доброго времени суток! Сегодняшний видео урок предназначен для начинающих, любителей программы ProShowProducer. Когда вы только начинаете ее осваивать, у многих возникают проблемы с ключевыми кадрами. Вот именно об этом мы сегодня и поговорим. А именно, мы с вами сейчас сделаем вот такой вот очень простой слайд, где идет движение фотографии и текста. Вот как сделать вот такое вот движение, мы сейчас с вами и рассмотрим. Итак, я становлюсь на леплю со слайдами, нажимаю правую кнопку мыши, выбираю вставка, добавить пустой слайд. Переходим в параметры слайда, нажимаем на вот этот плюсик и выбираем добавить изображение или видео. Для начала мы найдем с вами фон. Вот у меня есть ромашки. Вот эти ромашечки мы поставим в виде фона. Переходим в эффекты. Здесь раскрепляем замочек и просто двигаем вот эти стрелочки. Мы немножечко растянули наше изображение. На качество это у нас не повлияет, поскольку это фон. Теперь мы должны скопировать первый ключевой кадр во второй. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши по первому ключевому кадру и выбираем копировать следующий ключевой кадр. Давайте теперь добавим фотографию, с которой мы будем работать. Снова нажимаем на плюс, выбираем добавить изображение или видео. Ищем нашу фотографию. Вот она. И открываем. Когда мы только открыли фотографию, она по умолчанию становится в центр нашего экрана. И с масштабом, вот линейный масштаб, мы можем посмотреть по X и по Y 100%. Если вы хотите подвинуть эту фотографию, это можно сделать двумя способами. Во-первых, можно просто вот встать на фотографию, нажать левую кнопку мыши и перетащить, к примеру, вот сюда влево. Отпускаем левую кнопку мыши. И тут же вы можете увидеть координаты центра фотографии, куда она переместилась. Вот, к примеру, у меня сейчас стоит минус 0,66 по оси Y. Вот она. И минус 19,37 по оси X. Вот. Можно вручную перебить эти значения. То есть я хочу, допустим, чтобы по оси Y у меня она стояла четко в центре. То есть 0. Вот я набираю на клавиатуре 0. Видите, она выровнялась. И по оси X я, допустим, поставлю минус 25. Поставила 25. А теперь поставлю минус 25. Вот и у меня фотография стала в этом месте. Если вы хотите немножечко уменьшить фотографию, то вам нужно либо потянуть за вот этот уголочек, чтобы она стала меньше. Тоже это делается либо вручную, либо вот здесь вот по оси X и Y в линейном масштабе изменить цифры. Ну, допустим, давайте поставим 80. Если у нас скреплен вот этот замочек, то пропорции фотографии меняться не будут. Если мы раскрепим вот этот замочек, то мы можем пропорции двигать отдельно по оси X и по оси Y. Это можно делать так же вот этими движками. Вот, видите, меняется пропорция по оси X и вот меняется по оси Y. Ну, в фотографиях это, конечно, делать нежелательно, поэтому мы замочек скрепляем, ставим здесь 80. И вот такая фотография у нас получается. Теперь давайте сделаем движение такое, какое у нас было в самом начале. Вернемся сюда и посмотрим, что у нас было. Вот у нас была маленькая фотография, мы ее сделали немножко больше, потом она опять уменьшается и уходит. То же самое почти с текстом. Он выходил сверху и ушел потом в правый верхний угол. Итак, возвращаемся на наш слайд. Заходим в параметры слайда и продолжаем наше движение. Чтобы наша фотография выходила с левой стороны, немножечко постояла и ушла вниз, нам для этого понадобится 4 ключевых кадра. Два из них у нас уже есть. Вот первый и вот второй. Добавляем вот этой кнопкой, добавляем еще 2 ключевых кадра. Просто щелкаем левой кнопкой мыши по этой кнопке 2 раза. Вот у нас получилось теперь 4 ключевых кадра. Для того, чтобы мы могли хорошо рассмотреть фотографию, нам нужно, чтобы она немножечко постояла на одном месте. Для этого мы второй ключевой кадр должны скопировать в третий ключевой кадр. Становимся на второй ключевой кадр, нажимаем правую кнопку мыши и копируем в следующий ключевой кадр. Вот если мы сейчас перейдем сюда, вот видите, я перешла в следующий ключевой кадр, ничего не поменялось. Это как раз то, что нам нужно. Теперь давайте посмотрим, что у нас в первом ключевом кадре. Пока у нас девочка стоит на месте, но мы возьмем, передвинем ее влево. Вот я просто перетаскиваю влево. Если вы хотите, чтобы она четко выходила по горизонтальной линии, значит, вот здесь тоже нужно поставить 0 по оси Y. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот я нажимаю на проигрывание. Вот она выезжает, стоит на месте до самого конца, потому что у нас третий ключевой кадр такой же, как и четвертый. Давайте теперь поставим движение для четвертого ключевого кадра. Переходим в него. Сделаем немножечко меньше нашу фотографию. Ну вот так вот. И опустим ее вниз. Вот. Если вы хотите, чтобы она опять-таки четко вниз уходила, значит, нужно обратить внимание на вот эту координату по оси X. Если помните, у нас она была минус 25. Ну вот давайте ее точно так же и поставим. Минус 25. А здесь у нас вот эти значения, они могут быть разные. Могут быть 86, может быть 60. В общем, это уже не столь важно. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот фотография выезжает, постояла и уменьшается в размерах и уходит вниз. В первом ключевом кадре мы можем уменьшить масштаб нашей фотографии. Ну вот допустим, если мы поставим для наглядности, давайте я поставлю 30, чтобы было видно, насколько она меняется. И смотрим опять, что у нас получилось. Вот она маленькая, вышла, стала большой и ушла вниз. Точно так же мы можем поступать и с текстом. Давайте попробуем теперь добавить сюда текст. Я нажимаю на плюс. Вот в этом окне выбираю текст. Ну, допустим, возьмем слово «Поздравляем». Я печатаю вот здесь слово «Поздравляю». Значит, конечно, вы можете вот здесь вот выбрать размер. Вот можно 24 оставить в данном случае. Можно цвет выбрать. То же самое. Выбирайте любой. Вот он тут же у вас высвечивается. А можно сделать немножко по-другому. Давайте попробуем использовать текстуру. Вот у нас, если мы вот здесь поставим галочку. И выберем рисунок. Выбирайте на своем компьютере папку. Выбрать изображение, в которое можно задать любую текстуру. Ну вот, к примеру. Вот я вот эту возьму. Видите, и наш текст сразу окрасился в цвет вашего изображения, которое вы выбрали. Здесь же можно контур выбрать, можно тень выбрать. Вот в этих параметрах цвет все это выбирается. Я особо останавливаться на этом не буду. Вы сами можете посмотреть. Здесь ничего сложного нет. Переходим во вкладку эффекты. И настроим сейчас движение нашего текста. Давайте сделаем так, чтобы он выходил у нас сверху, немножечко постоял и ушел вот сюда, вот в этот правый верхний угол. Для этого мы поставим пока его здесь, вот в правой части экрана, вот наш текст стоять. Давайте для начала скопируем во второй ключевой кадр, чтобы нам удобнее было с ними работать. Я нажимаю правую кнопку мыши и копирую в следующий ключевой кадр. Теперь снова нам нужно добавить еще два ключевых кадра. Нажимаем вот на эту кнопку два раза и у нас получилось 4 ключевых кадра. Второй и третий ключевые кадры мы оставляем на месте. Переходим в первый ключевой кадр и берем вот так вот, просто перетягиваем за пределы экрана вверх наш текст. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот фотография идет быстрее, текст идет очень медленно и аж на четвертом ключевом кадре останавливается. Нам нужно сделать так, чтобы он останавливался на втором ключевом кадре, на третьем постоял, а на четвертом ушел вниз. Поэтому мы переходим во второй ключевой кадр, выставляем этот текст вот примерно здесь. Нажимаем правую кнопку мыши и копируем в следующий ключевой кадр. Переходим в четвертый ключевой кадр и вот так вот перетаскиваем наш текст в самый низ. Давайте посмотрим теперь, что у нас получилось. Вот выходит фотография, вышел текст и ушли они вниз. В принципе мы добились того эффекта, который нам нужен был. На что я еще хотела обратить ваше внимание. Вот давайте посмотрим на наш текст. У нас первый ключевой кадр стоит в нуле, второй ключевой кадр, вот давайте попробуем так. Я поставлю его как можно дальше и посмотрим, какое у нас получается движение. То есть вы видите, текст выходит очень-очень медленно, очень мало стоит и быстро уходит. То есть о чем это говорит? О том, что от того, где стоят ваши ключевые кадры, будет зависеть скорость движения вашего текста или фотографии. Если я вот этот второй ключевой кадр подвигаю вот сюда как можно ближе, смотрим, что у нас теперь получается. Вот у нас быстро пришла наша надпись, долго стоит и уходит вниз. То есть когда вы ставите ключевые кадры, вы должны смотреть, где они должны у вас стоять по времени. Если вы хотите, чтобы у вас синхронно фотография двигалась вместе с текстом, значит нужно зайти вот сюда, вот в редактор ключевых кадров и вот здесь выставить вот эти ключевые кадры так, чтобы они были одинаковые по времени. Вот видите? Это можно сделать, двигая вот эти ползунки, а можно через вот эту вот функцию установить время. То есть вы можете вручную задать здесь, допустим, 4 секунды, перейти сюда, в этот нижний ключевой кадр, и тут задать тоже 4 секунды. И смотрим, что у нас теперь получилось. Вот у нас совершенно синхронно идет фотография и текст. Так, ну это у нас текст пошел вниз, а мы хотели его отправить в правый верхний угол. Поэтому давайте мы вернемся все-таки в 3-й ключевой кадр, стоим на слое с текстом. Давайте его скопируем в 4-й ключевой кадр, чтобы легче нам было работать. Переходим в 4-й ключевой кадр и вот так вот двигаем его сюда. И смотрим теперь, что у нас получилось. Вот фотография, текст. Фотография уходит вниз, а текст ушел вверх. Итак, в сегодняшнем видеоуроке мы научились с вами делать движения при помощи ключевых кадров. На этом наш видеоурок окончен. Всего вам доброго, до новых встреч!